Ребят, всем привет! Добро пожаловать на канал! Сегодня я хотел поднять тему такую серьезную и очень важную людям, которые смотрят меня. И если вы включили этот ролик, то обязательно уже про заставки вы понимаете, о чем идет речь. Про банки. Очень важный момент, в каком банке открыть счет, в каком банке обслуживаться и какой банк выбрать для себя. И в принципе, какой банк самый выгодный и по кэшбэкам, и по всей этой истории. Поэтому, ребят, сейчас про эту тему будет. С вас подписка, лайк, комментарий, ваш опыт, если он есть, если вы планируете ехать. Напишите, каком банк вы выбрали в итоге, после моего просмотра видео. Ну и, конечно же, поехали! Итак, ребят, давайте начнем разговор про нашу серьезную тему в банке. Банки – это серьезно, деньги – это серьезно, поэтому обязательно нужно рассказать вам все в деталях. Я начну с такого банка – Bank of America. Bank of America, на самом деле, очень оптимальный банк для человека, который только-только приехал. Почему? Объясняю. Вам всего лишь навсего требуются три документа. Это, первым, ваш паспорт. Даже не три, а два документа. Ваш паспорт. И в моем случае это было, по моему опыту, это договор аренды, где подтверждается ваш адрес фактически, где вы живете сейчас. И, конечно, третий момент – это номер телефона, куда приходить будут вам все уведомления. Даже два документа. Вот видите. В принципе, все. Открываете дебетовую карту, кладете на нее условных 100 долларов или 200 долларов. И, собственно, сразу же делаете заявку на кредитную карту. Как правило, если у вас небольшая сумма денег будет на дебетовой карте, то кредитную карту вам сразу, прям ту, которую вам необходимо, не выдадут. Вам дадут карту, которой можно временно пользоваться своими же деньгами. Как-то называется она по-английски. Я не буду, честно говоря, умничать сейчас. Есть кредитная карта, а есть типа кредитная карта. Что делает банк? Он вам дает кредитную карту, вы кладете свои деньги и пользуетесь своими же деньгами в этой кредитной карте. И через три месяца банк на вас смотрит, как вы попользовались этой кредитной картой. И после этого он вам дает нормальную кредитную карту. Фактическую, которая есть. В моем случае было немножко по-другому, потому что я отправлял деньги из-за границы. Они увидели, что у меня есть деньги, какие-то небольшие. И они сразу мне выдали кредитную карту. Без всяких вот этих псевдокредитных карт, которые, в принципе, выдают всем иммигрантам. Поэтому кому-то сразу выдают, кому-то нет. Но в основном выдают вот эти псевдокредитные карты. Оставляйте заявку сразу на кредитную карту и получайте ее на почту буквально за две недели максимум. Неделя-две – это максимум. Соответственно, пользуйтесь, получайте кэшбэки. Пока придет вам кредитная карта, вы пользуетесь дебетовой картой. Соответственно, потом кредитная карта. Погашаете свои кредитные деньги дебетовой картой. В принципе, все очень просто и логично на самом деле. Разберетесь вообще, там не проблема. Потому что люди, которые не глупые, которые приехали в Америку, точно разберутся в этом. Есть второй банк, где я тоже обслуживаюсь. Это Чейсбанк. Но есть один большой минус Чейсбанка, что вы только можете открыть дебетовую карту и пользоваться дебетовой картой. Никаких плюшек там нет. Хотя я забыл сказать про Банков Америка. Какие плюшки в Банков Америка есть? Сейчас я секундочку пройду. Да, и по поводу Банков Америка. Есть большие плюшки по поводу Банков Америка. Вы, соответственно, когда получили кредитную карту, у вас есть кэшбэк. Почему все любят кредитную карту? Потому что у них приходит кэшбэк. Кэшбэк в размере от 3 до 5%. В принципе, это немного, ну и немало. Что касательно дебетовой карты, в этом плане там таких условий хороших нет. Там просто есть кэшбэк в лучшем случае. В худшем случае его просто нет. Поэтому, что касательно кредитной карты, в любом случае вам выгодно этим заниматься. И еще очень выгодно кредитной карты расплачиваться, потому что вы всегда можете сделать пэнник. Отменить с дебетовой карты это сложнее сделать. Ну, с кредитной карты это легче сделать. Это что касательно Банков Америка. Что касательно чейса. Я пользуюсь чейсом. Я тоже открыл его там на перспективу. Объясню, почему мне нужно это делать. Чейс это JP Morgan. Это очень большой тоже банк. Он больше, чем Банков Америка. И, соответственно, он немножко больше, хуже условий у него в начальном этапе. Но потом, когда вы получите все документы, у вас условия будут очень хорошие. По одной простой причине, что вы предоставите ССН, у вас будет налоговый номер, вам сразу будут кредитную карту. И за то время, пока вы будете получать ССН, это условно говоря год вы будете пользоваться, за то время вы будете пользоваться дебетовой картой, и банк уже будет присматриваться к вам. И когда вы придете получать свою кредитную карту, уже и у банка будет, банк увидит вашу кредитоспособность, да, и он сразу выдает какой-то лимит, определенный хороший лимит. Потому что, как правило, в Банков Америка лимит очень маленький дает. Вообще минимальный лимит. Условно говоря, поначалу он дает на кредитной карте лимит 300 долларов. А может максимум даст 1000 долларов. А может, в принципе, 100 долларов и все. И вы вот эти 100 долларов пользуетесь и погашаете, пользуетесь и погашаете. Ну, не совсем кайфово, согласитесь. А банк честь, пока вы будете получать, да, это в начальном этапе невыгодно. Да что ж мне все мешают, то самолеты, то машины. В начальном этапе честь невыгоден, конечно. Вы, в принципе, кладете дебетовая карта, пользуетесь, никаких плюшек не получаете. Просто карта, и все, вы за нее даже еще платите. А в Банков Америка хоть какой-то кэшбэк возвращается. В данном случае, конечно, это невыгодно. Но смотрите всегда в долгую. Чейз очень хороший банк. Я вас уверяю, с кем бы я ни общался в Америке, все хвалят Чейз. Поэтому однозначно стоит задуматься о том, что сегодня вы ничего не получаете, но завтра у вас будет хороший кредитный лимит. И, соответственно, какие-то, может быть, плюшки от Чейз банка, потому что за этот год, пока вы будете ждать ССН, вы получите очень хорошие условия через год. Потому что Чейз увидит, что вы хорошо пользовались картой, у вас очень хорошие транзакции, вы, в принципе, платежеспособный клиент, и он вам выдаст хороший лимит, и выдаст какую-то карту, где может быть очень хороший кэшбэк, и может быть даже еще не только кэшбэк, но плюс какие-то еще проценты, от чего там может прилетать. Но это все зависит от вашего именно желания, как пользоваться картой. В принципе, я вот на это рассчитываю, как бы мне девочка русскоговорящая, кто, кстати, не может записаться и не знает английского, напишите мне в Инстаграм, будет в Инстаграм, здесь девочка русскоговорящая в Чейз, и в Банк оф Америки есть, и в Ситибанке есть, все русскоговорящие девочки есть. Вообще, в Америке молодцы, они очень классно адаптировались. В каждом банке есть и русские девочки, и испаноговорящие, и, конечно, англоговорящие, само собой, и, может быть, какие-то другие еще языки. Короче, в каждой национальности, где больше всего обслуживаются людей, вот, допустим, в Майами очень много русских, и славы латиноамериканцев, да, и англоговорящих. Вот обязательно в каждом банке, неважно в каком банке, вы будете иметь русскоговорящий персонал будет, который будет обслуживать вас лично, потому что вы не всегда знаете английский язык в совершенстве. Вот, поэтому, кому нужен контакт Bank of America, Chase, есть, TD Bank тоже есть, и City Bank есть. Поэтому можете написать мне в Instagram, я вам, в принципе, пришлю без проблем, вообще, мне несложно. Вот, запишитесь на, возьмете appointment и пойдете открывать банк. Это мы говорим, в частности, про Майами, именно Майами. Вот, что касательно другого банка, City Bank. City Bank получше условия, чем у Chase банка, ну, он такой, знаете, посередине. Я почему тоже пошел открывать там карточку, потому что вы в начале пути также получаете дебетовую карту, но через три месяца вы можете податься на кредитную карту. Я, собственно, вот в этом ролике хочу показать вам, как я подавался на кредитную карту. Вот я сейчас поеду сегодня, сегодня поеду подаваться на кредитную карту. У меня тоже девочка там уже, я получила appointment, она меня ждет во второй половине дня. Поэтому, что проходит три месяца, вы подались в City Bank, получили кредитную карту, фу, дебетовую карту, уже сопутался, дебетовую карту. И через три месяца вы имеете право податься на кредитную карту. Ну, вам, конечно же, нужно пользоваться этой дебетовой карты, хоть какие-то транзакции проводить, там, минимальные транзакции, но чтобы эти три месяца прошли. Через три месяца вы подаетесь на кредитную карту и получаете так же, как и в Bank of America, кэшбэк и так далее, и так далее. Для чего вообще нужны эти кредитные карты? Это задается вопросом. Нахера не нужны? Мы вообще не пользовались никогда этой херней и не будем пользоваться. В Америке это очень нужно. В начале пути, когда вы получаете кредитную карту, это когда вы получите, скажем так, давайте я правильно вам буду объяснять, а то я объясняю как-то неправильно. В начале пути, когда вы получаете кредитную карту, первую, вы, соответственно, уже какой-то кредитскор свой будете нарабатывать. Через год, через, там, не знаю, полтора вы получите ССН, И тот кредитный скор, который вы наработали Будет уже отражаться в вашем именно фактическом кредитскоре Даже допустим будет 650, 680 ваш кредитскор Или 700 в лучшем случае, это прям кайфово будет Но вы уже начали это делать, понимаете? Вы уже начали делать, потому что вы должны брать кредитную карту обязательно Вообще без кредитных карт в Америке, я не представляю жизнь Здесь все построено на кредитной карте Абсолютно все Даже когда вы расплачиваетесь где-то в магазине Они спрашивают дебет или кредит Вы говорите кредит, потому что все кредитки расплачиваются Я тоже к этому был не готов Я тоже как бы особо, знаете, не любил кредитные карты Я вообще в принципе к банкам относился, ну знаете, так скептически всегда Я любил, на нашей родине я любил кэш Потому что ну это так, знаете, надежно всегда в кармане Здесь кэш, ну он конечно присутствует Никто не говорит, что не присутствует Но он в таких минимальных количествах, что, ну это знаете, типа на рынке, где-нибудь там Еще где-нибудь там, на парковке можно расплатиться, еще что-то Но это очень минимально В основном все кредиткой пользуются Даже не дебет, а кредитка И поэтому очень важно открыть кредитные карты Следующий банк, который бы я хотел обсудить Я там не открывал, но наши знакомые там открыли кредитку Это TD Bank Условия в принципе такие же, как у Ситибанка Вы сначала открываете дебет, через 3 месяца вы приходите, открываете кредитную карту И все то же самое Каждый банк в принципе, знаете как Отличается, но не особо сильно Как-то они привлекают чем-то, пытаются привлечь Но сказать, что вот TD Bank лучше, чем Ситибанк Или Ситибанк лучше, чем Bank of America Или Bank of America лучше, чем Chase Нет Каждый банк по-своему где-то хорош Но где-то и минус Допустим, почему мне нравится вот на начальном этапе Bank of America Как минимум, потому что я прикрепил к нему все У него очень понятное приложение Для меня уже понятное приложение Конечно, после Тинков сложно Но для меня уже понятное приложение И я могу в принципе прикрепить все свои коммуналки Там платежи по сотовой связи И еще по какой-то фигне Сразу же в первый же день, когда открыл Там, ну не первый же день, через неделю Открыл на дебет прикрепить А потом уже когда придет кредит, когда на кредит прикрепить И в принципе везде расплачивается онлайн Это очень удобно, правда То же самое в принципе в других банках Есть такой банк Wells Fargo Я, честно говоря, так к нему скептически отношусь и сейчас Вот есть одна знакомая, которая там обслуживается Ну вы знаете как Большинство американцев, как мне сказали Обслуживается Wells Fargo Они привыкли к нему Ну он такой степень тупорылый, старый Интерфейс убитый в хлам Вообще ну какой-то такой, знаете, стрёмный И я, соответственно, как-то к нему очень скептически отношусь Но я его тоже взял вот в эту пятерку Как бы, да, и решил про него рассказать Что по этому Wells Fargo Сразу вы не откройте кредитную карту В принципе, как и в честь банки Откройте только дебетовую карту Дебетовую карту вам нужно будет фиговую тучу документов предоставить В отличие от Bank of America Почему я говорю, что нужно сразу открывать Bank of America Хотя это не самый лучший банк Не с самыми лучшими условиями Но тем не менее У вас хотя бы какая-то уже кредитка будет Поэтому в любом случае вы открываете И если захотите открывать Wells Fargo Открываете там Какой пакет документов точно там нужен Я не могу сказать, не буду вам врать Ну вот точно знаю, что там требуется СССР Если вы хотите открыть кредитку Как в принципе честь банки Но вы понимаете, Wells Fargo и ЧС как бы Для меня Ну короче, когда вы приедете в Америку Вы поймете разницу в этих банках И знаете, Wells Fargo похож не на банк А похож на какую-то фастфуд-забегаловку Всегда какой-то такой, знаете, у него и вывеска такая стрёмная Мне кажется Не креативные они, ребята, очень устарелые Почему, наверное, старые американцы любят этот банк Потому что, ну он им очень понятен Нам, допустим, молодежи, он непонятен Вот ЧС банк очень удобный по интерфейсу, по приложению Я вот жду, не дождусь, когда я получу документы И пойду, собственно, получу кредитку от ЧС банка Я буду только ЧС банком пользоваться Хотя это тоже неправильно Нужно пользоваться большинство кредитными картами Ну вот я сейчас Ситибанк открою, да И как бы это круто Ну вот Wells Fargo, конечно, для меня это такое, знаете Ну, старье, короче Такое, прямо, где чеки Хотя чеки везде есть Но, тем не менее, Wells Fargo Ну, может быть, просто я еще не пользовался И напишите в комментариях, может, есть у вас опыт Или вы там, не знаю, уже открывали там банк Потом закрыли в этот счет банки Потому что он такой плохой или хороший Я не знаю Напишите, в общем, комментарий, ребят По вашему мнению, если вы открывали в этом банке Хороший или плохой банк это Я, в принципе, не могу ничего сказать объективно И поэтому мне сложно судить, что это за банк В целом, вот я эту пятерку выбрал Потому что, ну, есть еще много банков Которые действительно стоят внимания Ну, я вот эту пятерку выбрал Потому что они везде, повсюду Вот тут у меня есть Chase, там Wells Fargo Там же был Bank of America, там же TTT Bank, там же City Bank В общем, все такие знаменитые банки распиаренные Они вот, как бы, всегда на глазу А вот все остальные банки, они, как бы, особо, знаете, не выделяются Особенно, если взять Bank of America, Chase, Wells Fargo Так это вообще везде и повсюду В принципе, везде и повсюду А что касательно всех остальных банков Они, как бы, точечно, знаете, есть, нет, есть, нет Поэтому, как-то так, в целом, я вам хотел обрисовать Через год моего проживания, фактически год моего проживания в Америке Я пользуюсь Bank of America Пользуюсь Chase банком, пользуюсь City банком Кредитка у меня только пока в Bank of America Сегодня открываю кредитку в City банке Жду документы открыть в Chase банке TD банк я не пользуюсь И Wells Fargo пока я не пользуюсь Пока мне, как бы, не дошли до меня, не дошли до меня руки, до этих банков И, наверное, я, как бы, и не хотел бы им пользоваться Что-нибудь поинтереснее выберу Поменьше банк, получше с интерфейсом Посмотрю на условия и выберу обязательно какой-нибудь другой банк Ну, вот TD, может быть, рассмотрю Но не Wells Fargo точно Как бы, такое отношение сразу у меня к нему Вот, как-то так, в целом, я хотел обрисовать вам эту ситуацию с банками Сейчас еду, во второй половине дня еду в City банк И покажу, как я открывал кредитную карту И вообще, какие документы требовались Сюжет дальше, поехали Итак, ребята, вышел из City банка И рассказываю, как я оформил свою кредитную карту Это моя первая кредитная карта в City банке У меня есть уже дебетовая карта, как я ранее говорил Условия следующие Вот они, в принципе, условия Я вам с бумажки прям читаю Тут выдаются не кэшбэк, а здесь выдаются поинты Ну, честно говоря, не совсем мне нравится это В этом плане Банков Америка очень выгодный банк Потому что он выдаёт сразу кэшбэк, и ты получаешь кэшбэк, и тут же можешь эти деньги тратить Живые деньги, реально Здесь поинты И эти поинты потом ты обмениваешь на гиф-карту Ну, типа подарочную карту Значит, за бензин 2% поинта Ну, как бы 2 поинта выдаётся за каждый ритр Или там за каждый доллар За каждый доллар 2 поинта выдаётся Слушай, получается, 100 долларов вы потратили У вас 200 поинтов 200 поинтов, ну, такое себе, короче Не совсем интересно Это за бензин Условия, скажу так, сразу Не очень Потому что карта, по факту, она не обслуживается бесплатно У неё бесплатная карта А что касательно всего остального, кроме бензина Если вы просто оплачиваете То у вас выдаётся 1 поинт Всё преимущество в том, что эта карта бесплатная Выдаёт 2 поинта и 1 поинт И потом вы эти поинты просто обмениваете на гиф-карту Идёте в магазин, там, не знаю, любой магазин И тратите эти деньги Живую эти деньги получить невозможно Ну, вот давайте, чтобы не голословным был Вот так я вам покажу Интересно, фокусируется, не фокусируется Вот так это выглядит Короче, нажмёте на стоп-кадр и посмотрите условия Собственно, вот такая вот карта Ситибанка Это моя кредитная карта вторая уже Потому что первая карта Банков Америка И она мне более чем устраивает Более чем устраивает Теперь я жду документы по ССН и Пермит И буду подаваться в честь банки Я считаю, что в честь, скорее всего, будет самое лучшее условие Но опять же, в зависимости от моих финансовых потоков Сколько я хорошо много положил денег на чейс Сколько я трачу с чейса, с дебетовой карты Это тоже очень много играет большую роль Поэтому вот такие вот условия по Ситибанку Через две недели карта приходит мне на почту Мне пришло подтверждение, какой у меня лимит Лимит пока я не знаю, какой Оформил кредитную карту я себе и жене Лимит пока я не знаю, какой Может быть 1000 долларов Может быть 3000 долларов Может быть 500 долларов быть лимит Я пока не знаю Поэтому как только придёт мой лимит Я, может быть, к этому времени И запишу ещё Скажу вам, сколько лимит у меня Я думаю, на этом всё Максимально выдал информацию, которая есть у меня по кредитным картам В принципе, и какой банк выбрать И вообще в целом, что касательно банковской системы Уверен, что к этой теме я вернусь через год За год я эксплуатирую ещё другие карты в Америке Постараюсь от Bank of America также остаться Потому что Bank of America пока устраивает Сделаю ещё один ролик через годик Поэтому будем на связи Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Если было полезно Уверен, что полезно Если бы я действительно знал бы изначально Нашёл бы такой ролик Который рассказал бы мне про эти карты Я был бы благодарен этому человеку И, конечно, мне будет приятно Если вы напишите мне комментарий И поставите лайк этому видео Чтобы хотя бы какой-то топ поднялся Чтобы его больше людей посмотрело Потому что, ну, как-никак, я это делаю Бесплатно И вам это ничего не стоит Так что, ребят, ещё увидимся в следующих роликах Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok